10 октября в половине восьмого вечера в общежитии номер 4 Казанского федерального университета в одной из комнат вспыхнул пожар, площадь которого составила 18 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения Казанского гарнизона. Было установлено, что возгорание произошло на третьем этаже. В том блоке живут представители семи институтов, всего 363 человека. Все они будут расселены по другим общежитиям университета. Вчера было подготовлено очень оперативно 135 койко-мест в наших общежитиях на улице Красная позиция, на улице Гвардейская. Здесь рядом находятся у нас общежитие номер 1 и номер 2. На Гвардейской 32 находится общежитие номер 5. Но число тех, кого необходимо было вчера вечером переселить на время, всего было 49 человек. Из них 25 мальчиков и 24 девочки. Важно отметить, что в результате происшествия никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Все прошло очень оперативно, достойно и спокойно. И сами студенты вели себя совершенно правильно в таких ситуациях, которые являются нестандартными. И наш висперсонал, работники университета. Я уж не говорю о должностях. Я считаю, что здесь самое главное это было, чтобы не было жертв, чтобы не было паники и чтобы минимизировать последствия, которые могут нанести вред нашим студентам. Пожарная сигнализация сработала моментально. Никаких препятствий и проблем при выходе из здания не наблюдалось. Были эвакуированы все без исключения. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял решение выделить материальную помощь трём студентам, в комнате которых произошло возгорание. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Решением ректора всем трём ребятам, которые жили в этой комнате, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Ректор такое решение принял и мы в принципе благодарны, потому что это правильное решение. И то, что сам Ленар Мач здесь был вчера, вся была его команда здесь, все находились здесь директора, замдиректора. Но это вот показатель того, что при таких нестандартных ситуациях надо объединяться. Жертв и распространение пламени удалось избежать благодаря слаженным действиям служб спасения при содействии отважного поведения каждого студента, поскольку паники, по словам очевидцев, не было. В общежитии номер 4 оперативно проведут восстановительный ремонт в ближайшее время. Уже заказаны необходимые материалы.